приветствую вас дорогие друзья сначала хочу всех поблагодарить кто принял участие 20 числа в нашей коллективной молитве людей присоединилось очень много люди которые умеют чувствовать я думаю это все почувствовали то есть такая коллективная молитва коллективное сознание получилось я вас уверяю вы были услышаны сразу же хочу вот на всякие там непонятные странные комментарии ответить которую сейчас пишет в интернете по поводу там меня алхаза там других ребят вот когда вы пишете эти вещи вы наверно забываете тем кем являлись ваши предки первый нарт соуса которого творец сотворил он сотворил с какой целью вот когда собрались небожители сафа небожитель огня и они к творцу обратились сказали вот эти существа гумиры тогда были первые люди до первое поколение людей они как-то пали стали идолопоклонством заниматься и прочими разными непотребными вещами они обратились к творцу сказали сотвори кого-то кто будет молиться нам делать нам жертвы ну да то есть жреца проще говоря они попросили чтобы творец создал кого-то человека который был бы жрецом то есть посредником между миром земным и вот этим вот миром не видим миром небожителей бога и всего остального посредник жрец он стоит посредине это и был соусов и поэтому говорят ирон лагу куба глаг понимаете и предназначение соуса это был первый раз и предназначение их всегда было молиться выступать посредниками между людьми и миром невидимым эта функция такая понимаете предназначение и все что мы делаем я алхаз там другие многие люди которые вы не знаете потому что мы же не вдвоем там двигаем эти процессы мы исполняем свое предназначение понимаете тоже которые исполняли наши предки помимо того что у нас были жрецы вы все прекрасно знаете были воины были треужинники трехкастовая там трех родовая система была в нардском эпосе но также была еще одна разновидность люди у которых в одной руке была чаша в другой руке был меч от сама стучи и время которое наступает это время отца маза но если вы как бы знаете мифы своего народа вы должны это понимать то есть опять возвращается время этих асов цикл начинается новый а что такое эти асы это другая не аврамическая концептуальность вот все аврамические религии они своим как бы отцом считают авраам они поэтому называются аврамическими это одно древо огромное ветвистое древо такой библейской средиземно-морской цивилизации а есть другое древо которое росло в бескрайних скидских просторах назвать его можно по-разному индоевропейской арийской ведическое там кому как больше нравится но это другое древо у него другие корни у него другие ветви понимаете это два разных древа и когда мы говорим про асов мы говорим про это древо ас это была принадлежность к религии асов поэтому в грузии до сих пор осталось выражение у схопила и все же вы его знаете особенно наши братья из южной осетии у схопила это бывший осетин а как можно стать бывшим осетином по национальности никак ты же переливание крови не делаешь значит терялось нечто иное терялась вот это твое вероисповедание когда человек там грузинские миссионеры их крестили они становились о схопила бывшие осетины но такое же выражение есть я же вы не придумал правильно то есть ас это принадлежность к религии асов я сейчас не говорю что лучше что хуже это великие это великие аврамические религии они создали сотворили вот эту цивилизацию в которой мы живем двухтысячелетние это как бы этого не отнять это великие мировые религии но осетии это маленький понимаете маленький осколок это огромного индоевропейского арийского мира осталось маленький на всей территории вразии везде вытравили где-то сожгли где-то убили носителей по-разному везде происходили процесс но везде укатали это все здесь осталось чуть-чуть но осталось осталось непрерывная традиция понимаете она непрерывно было она непрерывно было во времена российской империи она непрерывно было до этого поэтому наши предки не склоняли голову под саблями тамерлана если бы они приняли например в то время ислам массово ту не было бы наверное в это истребление но они не приняли они не принимали ничего и они это пронесли через века понимать через тысячелетия и донесли до нас последний исказитель еще при советской власти были по горам ходили рассказывали детям нацки эпос то есть была устная традиция донесли фактически до середины прошлого века хотя на всей территории руси уничтожили еще это сотни лет назад этих ведунов волхвов и все остальное везде уничтожили может где то есть я просто не знаю на у нас сохранилась маленький осколок вот этого древнего мира древнего пласта он сохранился виде эпоса виде ритуалов виде традиции обычаев и языка что самое главное потому что язык ключ к пониманию этих вещей вы каждый день эти ритуалы делать и не знаю на праздниках на свадьбах на похоронах это все традиции которые растут из определенного мировоззрения какой бы конфессии вы не принадлежали на похоронах делается жертва кладется голова жертвенного животного вареная на стол где такое еще делают скажите мне откуда это это оттуда все с другого мировоззрения она не лучше не хуже но другое понимать и все что мы хотим чтобы она не закончилась на нас и все что мы хотим это просто сохранить его передать его дальше это огонь они были хранителя огня понимаете они хранили огонь и несли его огня остановилась то есть света это же не огонь который на свечке горит это свет имеется ввиду когда в таких тонких вещах до мистических там всяких разных я не знаю религиозных теологических говорят про огонь это имеется ввиду свет потому что древний человек никак не мог иначе обозначить свет но огонь а как еще лампочек не было там освещение прочего когда он горел огонь мы веду свет огонь это чтится солнце то есть не свет хранили понимать темные времена были они свет хранили внутри себя несли его через века донесли до нас и когда вы едет над этим смеетесь вы же над собой смеетесь не надо мной вы смеетесь я дал хазом вы смеетесь не над другими людьми вы смеетесь вы смеетесь в первую очередь над самими собой и еще что самое страшное не выполняете своего предназначения понимаете а наше предназначение описанное в нардском эпосе это транслировать волю неба это же не шутки и люди есть многие эти вещи понимают у меня товарищ русский парень есть все казак он хорошо погрон в эти темы он это знает почему астина отпираются от этого постоянно потому что они боятся ответственности потому что колоссальная ответственность это ответственность не за себя не за свою фамилию даже не за свой народ это ответственность за все вот и в разве не знаю берите шире потому что трактуем волю неба наши предки этим занимались асы а то такие асы но просто мифологию почитайте древнерусскую мифологию почитайте скандинавскую северо-европейскую почитайте куда они возводят всех своих предков кассом почитайте не знаю скандинавские все эти мифы русские веды там былины что там сохранилось все эти небожители они были кто были асы откуда они пришли со священной земли ирия а мы где с вами живем на этой ирии мы живем она до сих пор называется или что он земля ирия а мы кто мы есть асы осетин и на чем тут смеяться не понимаю что тут смешного просто может вы не понимаете это одно дело а другое дело я еще понимаю что есть люди которые прекрасно все понимают я не понимаю что это иная концептуальность это другая сила на которую тоже можно опереться которая резонирует с нашим сердцем с нашим разумом с нашей кровью в конце концов она близка нам понимаете за ней не нужно ездить на афон на старый афон афон по-остински это время зачем ездить на старый афон я не понимаю вот новый афон есть в абхазии новое время нет ездит на старый афон не нужно ездить не в русалин на стену плача получать там благословение не нужно ездить в мекку и медину не нужно ездить ватикан или еще куда-нибудь его можно получать здесь коль ты считаешь себя сам и сердце твое открыто вот приходи на святилище получай силу получает то самое благословение ибо такова воля неба и умные люди это прекрасно понимают и нападки в этом и заключается вот вы смеетесь там над игорем над всеми остальными людей таких приезжало десятки просто не все обозначались информационном поле я скажу вам одну маленькую историю вам неверующим от русских вот просто людей парень с девушкой приехали захотели отлично пообщаться не на два дня прилетели они живут за уралом там городе уже не помню называется они приехали вот так как разу снега здесь выпали и мы поехали на святилище моды мэром за рефор же хоть мы туда вот поехали снега очень много было не вот захотели как-то помолиться ели мы туда поднялись снега много вот спускаемся этом врачу вы хотели ну вот там какие-то свои моменты личные и спускаемся уже вниз и навстречу нам уазик едет и тормозит как бы типа что такое все за дела у меня спрашивает а там дам соус это так уж и там уже дам дата че-то он дождан зварлы о ягод ягод типа жрец вот этого святилища а чё горит такое ну вот они беру приехали с россией он-то чё типа не снег же верну вот слова дали пойти на святилище слова исполнять надо погода не погода значение не имеет много то чего не хотели горну вот у них детей как-то но не получается хотели вот помолиться но горит нет проблем там буквально две фразы сказал закрыл машину говорит все хорошо будет и поехал дальше мне через две недели девушка позвонила просто в истерике это говорит ты знаешь игры забеременела понимаете никаких там сверхъестественных ритуалов молений там ползание и устучание себя лбома пол ничего просто настоящий жрец на настоящем святилище сказал два слова все так это работает друзья мы понимаете и вот что значит непрерывная традиция вот что значит сила этих предков наших понимаете они своими поступками заслужили благословения свыше за многие многие поколения не знаю сколько это было сотни может там не знать тысячи лет и мы как бы еще вот на этом благословении топим дальше ну живем же как-то выжили и сейчас вместо того чтобы это поддерживать и развивать вместо того чтобы сделать осетию столицей как бы центром вот этой азской концептуальности этого азского мира а у нас для этого есть все кроме нас больше некому мы вот значит смеемся так смеемся же над собой вы понимаете если осетия станет центром вот этого азского мира это азской культуры и мы даже особых усилий к этому прилагать не надо все есть сюда будут ехать люди со всей европы северной друзья мои все кто молится одинутом я не знаю все кто считает себя там викингами заканчивая все эти царские дома все это северной европы и плюс конечно вся россия родноверы там староверы все вот люди которые исконной российской русской религии придерживаются понимаете что это такое то иная концептуальность совсем другая сила это может сделать такой же духовный центр какой есть я не знаю ватикане еще где-нибудь это другой духовный центр поймать или для представителей другой цивилизации вот за этой вот с киевской это же огромное количество народов у нас все сохранилось у нас сохранилось жречество у нас сохранилась вся концептуальная часть сохранилась мифология сохранилась язык все обряды все ритуалы ничего не пропало все есть нет только желание это и удивляет на самом деле потому что вот эта концептуальность могла бы стать такой хорошей опорой для государства российского в первую очередь потому что наше российское государство в концептуальной части операция на иностранные центры вот эти духовные которые выше перечислил потому что ездят все туда на афон ватикан в иерусалим куда угодно потому что типа в россии все вытопнуло нет друзья мои здесь есть . откуда идет сила и люди считающиеся потомками асов всегда могут приехать сюда и получить благословение не мое благословение не алхаза никого-то еще благословение свыше и благословение своих предков понимаете потому что здесь находятся эти места силы поэтому друзья мои когда вы смеетесь над подобными вещами вы смеетесь над своими предками и над самим собой а всех остальных у кого сердце и душа расположена и считает что они тоже являются потомками асов потомками этой культуры этой части мировой цивилизации всех конечно милости просим приезжайте туристический кластер экономики сейчас является основным для развития в нашей республике спасибо за внимание